В общем, я не советую вам ранить Коттер, крайне на любителя игра, спидрант, точнее, не игра. Атрибуты качаются, все, силу, конституцион и wisdom, мудрость. Ориентированно билд будет на силу, ближний урон, ближнюю атаку. Хочет поднять силу, да, возможного уровня максимального. Поднимает security, поднимает убеждения и что-то еще, не помню, вроде лечения, по-моему. Это для взлома дверей нужно, для убеждения. Соответственно, убеждение или убеждение, security – это взлом. Да, он хочет объяснить перед раном то, что этот ран, он очень заглючен, тяжело заглючен, и поэтому в большинстве моментов вы не будете понимать, что происходит. Он попробует, он попробует все-таки как-то это облегчить, для вас. А, компьютер юс, но с помощью фло он будет потом качать, в любом случае, medical injury. Ницинпинджер, как это так называется. Скипает кастсцена пробуждения с помощью квиклоуда. Это у нас хардбуфер был. Просто прожимает единичку, скипает, делая как можно быстрее. Взламывает первую дверь. Можем видеть воинов империи, старый. Замечательный сет брони, хромированный. Утается ящик, в нем имеются гранаты, и второй гибреклинок. Пригодится на все это попозже. Ух ты, у нас проблемы, говорят. Грань заплатывается. А что заплатил заново? Миранды нету, зато есть батисты или баллисты, как в этом сфальте, я уже не помню. Сейчас используется глитч. Как-то он называется, аг. Вообщем, во время загрузки нажимается lf4, и за счет этого скипается кастсцена. А, Anywhere Men Uglitch называется оно, AMG. Это вот как раз таки трюк, который был найден недавно. Он позволяет скипать в катсцены, которые нельзя скипать в обычном своем виде. Раскидывается гранат, ему убивает как можно больше ситков. Ему надо получить четвертый уровень для того, чтобы... Использовать фейк-левел апп. А, бастилу. Броня не нужна, он броню тут практически использовать не будет. Единственная броня, которую он на себя наденет за всю игру, это броня ситха, которую он получит в первом же городе, в Тарисе. Это был найден от хорошего парня, HotShotWire, который очень активен в коммунистах JKA. И так, как это работает, то... Мы узнаем в более деталях, но он, в основном, использует сейв-варп, чтобы выключить в прошлом модуле Индарспира, который, с которым это был в туториал-секционе, он все равно имеет инвенцибилительность от этого. Взламывается терминал, ломается там какая-то электрическая вещь, которая в своем порядке убивает ситхов. В кузуальном прохождении можно убить мануально, так сказать. Сейчас должна была быть касс-сцена, где показывают, как главный персонаж спит, но с помощью AMG-глича, Anywhere menu glitch, мы скипаем это наблюдение. Это сокращает, насколько я понял, насколько я услышал, секунды-две. Сейчас будет использовать еще раз хардбуфер. Нет, нет. Он скипает касс-сцену с помощью, опять-таки, AMG. Скупает у торговца аптеки, стимуляторы. А, он помещает свое значение кредитов минусовую, и у него становятся как-будто бесконечные кредиты. Вот это новый глич, новый глич. Вот это интересно, кстати, я его не видел. Его тоже нашли недавно, скорее всего. Недавно был большой камбэк в Котор. Ну, как недавно, около 8-9 месяцев назад. До этого камбэка всего в игре в ране было 3-4 человека. Или 5. И... Месяц в 9 назад был бум. Ворвалось человек 15-17. Это вообще что-то невероятное. Видимо, произошел какой-то флешмоб. В общем, как-то он заманипулировал кредитами. Я не совсем понял, как. Это какой-то новый глич, и нигде его описания нету. Либо я слепой. Я прослушал объяснение его. Да, вот он говорит о том, что он хочет получить левел 4, как можно быстрее для того, чтобы использовать фэк левел ап. Получает ситха, с мертвого ситха броню. С помощью этой брони мы попадем в нижний город. И чуть дальше по рану тоже он будет использоваться. До этого, кстати, использовался еще один глич. Пока я о чем-то рассказывал улич, она забыла его объяснить. Называется он гиб. Это когда он убивал, помогал старику и убивал бандитов гранатой. До этого он разделял персонажей. Это часто будет использоваться. Поэтому я сразу же его объясню. Газ ревепатия расшифровывается. Сначала ставится соло-мод. Персонажи ведутся в два разных совершенно места. Очевидно, не просто так. Один персонаж нужен для того, чтобы телепортировать второго персонажа очень быстро. И вот этот как раз таки персонаж, вспомогательный, он должен стоять рядом с загрузочной зоной. С помощью такого расстановки, такого стапа, можно потом будет соединить это пати. И тогда мейн-карактер, главный персонаж, телепортируется к вот этому вспомогательному. Какие-то проблемы у него с захватом. Сейчас, кстати, будет использоваться новая стратегия. Ну, как новая стратегия, новый раут в смысле. Потому что раньше делался полный пробег. Сам ран был на час 17, час 20, что-то в таком районе. И проходились почти все основные миссии. То есть спидрайнер спускался вниз в Андерсити, в город супербедных. Ему надо было через этот город супербедных проникать на базу бандитов, воровать оттуда гипердрайв. Для павстанцев. Но сейчас ничего этого делать не нужно. Потому что глава павстанцев, две главы павстанцев просто убиваются. И все, и после этого будет сразу же гонка. А, это у него игра, крашится, понятно. Вот, вот это вот новая стратегия, новый раут. Кидаются две станищи гранаты. Ему повезло. Шанс того, что застанет эта граната персонажа примерно 50%. Но так как кидаются две гранаты, шанс поднимается до 75%. Вот. Помощники рассказывают о том, что с помощью этого нового раута скипается очень много. Как раз таки Андерсити скипается и скипается база бандитов. Ой, база бандитов. База банды бандитов ВОК. Сейчас как раз таки вот, как вы можете наблюдать, он жестко мейшит по кнопкам. Это вот тот самый фейк левелин. Он нажимает рекомендат и отменяет, возвращается в меню. И у него я не знаю, как это точно работает, но оно работает. Важно ничего не качать до того момента, пока ты не получишь нужный уровень, потому что пока все эти очки, которые он получает, они не постоянные, не временные. И ему надо будет докачать до нужного ему уровня, до 88-го. Вкачать очки. под названием не успеваю посмотреть. А, атрибуты. а, нет, скиллы, 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 скиллы. Как раз он берет убеждение на максимум. Взлом. Компьютер, использование компьютера, компьютер use. И трет-инжери он должен был взять. Почему он трет-инжери не взял, или он же вкачал. и в конце он просто нормально качает уровень, и все его очки остаются у него. Очки именно атрибутов. все остальное продолжает качаться в нормальном виде. За карту есть особая механика, что урон больше, когда он ближе к своему противнику, к своей цели. Поэтому он старается поставить его как можно ближе, как можно ближе к персонажам. Ну, сейчас он ее используется в качестве куклы для битья, в качестве приманки, для того, чтобы самому пробежать и залутать экспо. Мы сделаем сильный сейф для другой трек. Мы, наверное, поговорим немного позже. Да. Мы не очень внимательно об экспертах. Левел 4 был ключевый бенчмарк по скиллам у него по перкам качается критический удар, потому что билд настроен очевидно. Поначалу ну и, в принципе, по экрану. По нынешнему состоянию его, по эквипменту. На мили, на мили урон. Это просто... Ну, технически 4, потому что ты должен уходить от брыжа и от брыжа и от брыжа. Есть еще уровень, чтобы уходить до уровня 3 и от брыжа. Так что, если вы уходите в рейсе и от брыжа, то вы должны уходить только чтобы выполнить квест. Так что, используя меню глитч, и сейвинг и лодинг, мы артифициально в оригинале он говорит о том, что нужно выиграть три расы для того, чтобы выиграть блисту или батисту, как ее звали, ты уже забыл опять. Насколько точно это, я не помню, но раннер специально с помощью меню глитча проигрывает три расы специально и делает одну единственную последнюю. На этой гонке используется тоже еще один глитч, который позволяет быстрее кататься на этом болиде. Называется он Shift Boosting. Нашелся он недавно, поэтому информации о нем никакой нет. Индинственная информация, которую можно бы получить о этом глитче, это из их уст, но они еще не сказали. поэтому этот вопрос мы скипнем. Что-то техническая часть рассказывает, рассказывает о минимальных требованиях в этой игре. 360 мегабайт нужен ОЗУ для комфортной игры. Записывайте. батиста будет только по-моему здесь, на Террисе, а еще на Донтуине она будет. и все, дальше перейдет на темную сторону силы. И увидим ее уже только в конце. Как вы понимаете, заметить, мы попадаем на базу хитков без использования H2D2, или как его там зовут, не помню. Короче говоря, дроиды, хакеры. Мы взламываем замок невозможный. С помощью... Невозможный замок с помощью своего оверлевела, который мы получили с помощью фейк-левела. Поэтому у нас не будет этого члена отряда. В отряде. Не совсем хорошо получается. Не совсем хорошо получается. Он станет двух домашних персонажей. Ну, как домашних. Блисты выступают в роли танка в основном. А основной персонаж вместе с картом, они обычно домашние. Скорее, BHK-74 его не будет. Его не будет. Это опциональный компаньон. Сейчас будет происходить некая магия. Сейчас будет происходить большая магия. Кто знает, кто знает. Тоже новый глич, который позволил очень сильно сократить весь этот ран. Как раз таки с помощью MG он делается. Anywhere, menu glitch. Он позволяет загружать сейвы. За... Как это сказать? За... Как кто-то там сказал. Но, знаешь... Мы не следим за правилами. В общем говоря... Проще говоря, это позволяет ворпаться по сейвам. Потому что... Он не загружает состояние персонажей из состояния игры. Он загружает именно локацию. Потому что, как бы, сейв не совсем настоящий. Загрузка сейва. Как вы могли заметить, скипнулась полностью база влоков. В очередной раз. И он сразу же телепортировался к кораблю. И просто перелетел на нунтуи. Автоскроллер с расстрелом штурмаяков. При побеге с Тарреса тоже полностью скипается. За счет... За счет скипа. Собственно говоря, перелетной катсцены. Потому что это считается за перелетную катсцену. Этот автоскроллер с отстрелом. На туреле штурмовиков интерских. H-Wing'ов или как они там назывались. Как оно работает, я могу сказать. Конечно. Во время нажатия на корабль. На перемещение. В верхнем правом углу есть у него менюшка. Он мануально на нее нажимает. И то ли сейвится, то ли сгружается. И с помощью этого, этой манипуляции небольшой, он скипает. Всю... Всю эту часть. Всю эту перелетную катсцену. Здесь он говорил с советом джедаев. Выбирал направление своей силы. Насколько я помню, есть три направления силы. Это... Созидатель, воин. И еще кто-то. И у всех трех разные цвета меча. Это не каноном, было до определенного времени. Но с... Новый диснеевский... С новым диснеевским каноном. Это стало каноном. То, что цвет меча определяет именно направление джедая. Вот это называется... То, что он делал. Сейв с камил. Это... Сейв телепортинг. Успешность. Не то, что успешность, а эффективность перемещения во время эдка сцены. Зависит от мощности компьютера. Вот это тоже новый глич. Когда он перелетает к противникам. Он захватывает издалека. И нажимает, собственно говоря, скилл. Потому что... Производит некую манипуляцию. И... Персонаж телепортируется к цели. Как точно делается, я это не скажу. Это все вам надо ранить о нем. Потому что об этом информации тоже нет. Консул, рыцарь и страж, вроде. Да, кстати. Да, да, да. Консул, рыцарь и страж. Точно. Так, точно. Тут у нас использовался форс, баффер. Баффер, вот... Он пока бежал к ней, сохранялся. И в конце я использовал силу. С помощью этого он... Скипнул... Нескипаемый диалог. Насколько я знаю, там диалог не скипается. И с помощью этого ключа он имел возможность именно про мэш всего. Убедите его присоединиться к нему, потому что у него... Очень большой уровень убеждения. Здесь мы уже перемещаемся к... Храму джедаев. Где нам нужно получить, по-моему, уже... Начинается основной квест по сбору карты. Галактической. И что-то вроде того. О, я не знаю. А, окей, это не должно быть. Не получился у него скип диалога с этим дроидом. Но ему важно очень... Сейчас будет скипнуть спаун противника. Но, в любом случае... Что это позволяет нам сделать, это использовать поп-оп-реплассивный трик, который позволяет нам привести к вершине к Хайдау или к вершине к Эвен-Хагу поп-оп-оп в любом сейфе в игре. Скипает с триггер спауна противника, поэтому он просто без проблем пробегает к этому устройству. Насколько я помню, это части карты какой-то, которые, возможно, ведут к Звездной Хузнице. Насколько я помню, возвращается он к своему кораблю, как раз таки с помощью того глюча, который я звучал раньше. Называется он Fast Line, если выйти конкретно. Это вот как раз таки та вещь, которая позволяет нам телепортироваться на Сивы. Это немножко другая вещь, но в принципе, один и тот же принцип работы. То, что использовал на базе повстанцев и на Дон Туи, нет, немножко две разные вещи. Сейчас он использует Fast Line, там именно ворпинг он использовал на Сивы. Я думаю, что это все равно ворпинг. У нас 250 долларов от Карф, которая говорит, что я не хочу говорить об этом. Мы не хотим говорить об этом, Карф. Мы не хотим говорить об этом. Итак, здесь мы сделаем шаг, который называется Map CS Skip. Это, в основном, мы будем идти к мапу, и он будет скопить катастрофу для нас. Из всех тех, что мы делаем, мы будем делать мап CS Skip. Называется он Map CS Skip. Очень оригинальное название. Что-то пытается сломать, не совсем понял, что. Какой-то они новый глич ищут. В общем, очень активно сейчас развивается Speed Run Coater. И Рауд постоянно обновляется. На своем вэре он должен был покупать... Не на своем вэре... Не должен был, на своем вэре он покупал у вот этого торговца термические гранаты. Но сейчас он их не будет покупать. Видимо, нашли новую страту. Покупались они для прохождения последнего босса, Мелака. Он закидывался гранатами и... И все. Сейчас он не покупал гранаты, видимо. Есть новая страта. Увидим в прямом эфире. Перфектно. Да, он просто сделал. с водой. Как раз таки найти вот эту самую карту. Но с помощью возврата на корабль из любой точки карты и потом возвращения на эту самую точку, из которой он возвращался на корабль. Он снимет от себя костюм. Манан вообще короткая у нас локация, короткая планета. Особо ничего не происходит. Происходит телепортация. Небольшая. Надо сказать, дэйш. Тоже один из новых ключей. Который качественно позволил, конечно, уменьшить скорость прохождения. Был одним из ключевых. Наверное, я. Суммарно, он, наверное, по всей игре может. Минуту-две экономит. Или минуту. В общем, в этом костюме уменьшенная скорость передвижения. Он позволяет передвигаться под водой. Но с помощью фастлейна мы его снимаем. Потому что я подводу, а нам не нужны специальные костюмы. Мы просто задерживаем дыхание. В давление мы не верим. И просто ходим. Ходим под водой на дне океана. На нормальной скорости. И мы можем ходить на дне света под огромными мощностями без каких-то защитных гердов. Это очень важно отметить, что у нас там бухгалтер, что мы сделали, мы еще не можем использовать форс-power, потому что мы в воде, но мы можем использовать эмиттер соник, чтобы прекратить сцены, в таком случае, как форс-power. Это очень важно отметить, что обычно эти шарки, которые мы ходим через, они инстантная смерть, но потому что, как я уже говорил, вы инвенциабельны, они могут проживаться. Спасать животных? Еще один фастлейн. Хочешь переместиться в точку, из которой будет проще, проще попасть к своей финальной цели, потому что вначале он ходил налево, сейчас он пойдет направо. Рассказывают про казуальное прохождение, потому что там должны были решать головоломку. Да, эта звездная карта все-таки был прав. И сейчас будет кашейка. Важность, которую мы нужны, чтобы собрать все стармапы, происходит после сцены, а не в начале, как все остальные. Да. Важность. 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 Идет по квесту, и потом просто сокращает это расстояние, чтобы не ходить его повторно. Вот этот самый джедай. Зеленый мечом, не фиолетовым, поэтому это не мейсвейнг. В чем прикол заключается эта планета, я особо не помню, никому это вообще интересно, в принципе, во время спидраны, правильно, правильно. Кстати, есть еще одна разновидность скипа катсцен, это вот этот вот сейв телепортинг, которым постоянно используют. С помощью него можно скипнуть катсцены, ну, триггер какой-то катсцены или триггер спауна противников, но при этом сам триггер не становится неактивным. То есть, если у него зайти повторно, то он включится. Вот именно хард баффер, он полностью выключает, или форс баффер, они выключают полностью триггер. Немножко рассказывает про фэйсджамп, так называется этот квич, теперь мы узнали его название. Говорят о том, что ничего не должно быть между персонажем целью и персонажем совершающим этот прыжок, иначе он не сработает. Если мы получили к себе в партию. Нет, еще не получили. Сейчас, кстати, используется, говоря... Нет, не использовался. Он просто сохранял, загрузился, чтобы скинуть агр у персонажей. Вообще, есть еще один глич, связанный с разговорами в комбате, в бою. Делается он просто, сохранение загрузки, и во время загрузки прожимается, собственно говоря, диалог. Игра думает, что мы еще не в бою. Не прогрузил состояние, так сказать. Там вообще сложная тема, на самом деле, с этими телепортами. Еще раз повторюсь, что она была найдена недавно, все эти ворпы. И, насколько я понял, надо сохраняться в определенных местах. Иметь хардси и вы. И на самом форуме, спидранкома, есть специальная программа, которая считает координаты, какие получатся, если ты в определенном месте сохранишься и загрузишься. Короче, там все очень жестко. Спидран находится в процессе построения. В общем говоря, 37 минут это не предел. Может они 30 минут выжмут из которого? Я просто помню, что я забыл... Я забыл сделать что-то... С-с-с-с, не говори о том, что это... Ну, все, все, все... Все, 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 все. Все, 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 все. Да, я могу решить это. Малые ошибки. В чем вы можете сделать это на Старпорт? Да, в чем вы можете сделать это на Старпорт? Какой-то, какая-то планета уже забыл. Продемонстрировал нам замечательный форс баффер. С-си-ф, и мы действительно лоялы к причине. Потом перемещается сейф-телепортинг. Сейф-телепортинг. Как вы можете заметить, персонаж на значительное расстояние переходит. Нам надо присоединиться к Академии. Здесь происходит обучение ситхов. Небольшие технические проблемы были. Мне пришлось перезапускать игру, потому что... Сейф-баффер? Сейф-баффер был переполнен. Но это как раз то, о чем я говорил в начале. Большинство старых игр такую проблему имеют. Слишком много сохранений, игра может крашнуться. Или что-то ухудшится. Конкретно сейчас почему он переспустил, я не знаю. Говорили про какой-то велосити. Ну как, про какую выносливость вообще речь. Если тут нет такого параметра, я не совсем понимаю. Достает тиммейтов прямо из кармана. Да, он просто возвращается на корабль. Ему не нужна звездная карта. Это что-то неважное. Сразу перелетает на такую. В старом спидране весь этот фрагмент с Академии Сип проходился. Но в новом прохождении. С помощью ключа, очевидно, получаем сразу же возможность перейти к Татуину. Ну, то и не нам тоже надо получить кусок звездной карты. И мы его получим. Если вы думаете, что этот фрагмент сделан, ждите, пока вы увидите Котар 2. Ох, да. Да, ты обязательно войдешь за очень хороший трейд. Для того, чтобы смотреть на Котар 2 спидране. Этот фрагмент даже более сделан, чем этот фрагмент. Интересно, много тех, как Котар 1, работает в Котар 2. Большинство вещей, которые использовались в первом Котаре, говорит, используют в втором. Небольшой сюрприз на самом деле. Сейчас произошла не совсем ожидаемая вещь. Он опять оказался на планете Корбан. Так же она называется в Академии Ситхов. Активировалась так от сцены с звездной карты, которую он скипнул. Да, это я не знаю. Академия Ситхов. Он пытался поговорить с нами, а мы уйти. Так ли, я не люблю. Я не люблю, как это визуально. Я слышал, что вы пытались бить кинями. Нет, нет. А, и там Билан, он говорит, что нет, и это всё. Никаких интересов. Где-то здесь мы должны были получить HK-47 или HK-19, роботы убийц его получать мы не будем нашу задача получить только карту и сразу же телепортируется к следующему вот этот дракон в зале прохождение не помню как он проходит но здесь про мы с помощью шеф-харт баффера и и не вар меню гличи просто багуем его собираем важные шмоточки с трупов ждет пока он чуть-чуть отойдет от карты и откроет ему путь и все все на этом татуин по-моему пройден уже переходите очень сломанная игра я очень удивился сломали сегодня когда зашел с первого раза два года страница поттера снова игра крашнулась уже 41 минуты между прочим при пбф-37 нормально тоже не особо длинная локация будет просто будут все в телепорте основном достаточно достаточно большие телепорты получаются у меня никогда такие не получались видимо есть какой-то секрет которого я не успел постичь во время сохранения просто держится кнопка W и персонаж телепортируется в зависимости от мощности системы только не помню чем дольше сек тем лучше или чем короче он лучше но это для безопасности сохранения безопасности рана на марафоне он скорее это делает и в общем говоря он это делает чтобы видимо игра не крашилась в неподходящие моменты чтобы не выйти за стимейт стреляют встречать темную баллисту остальные Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, я просто устраиваю. Конечно. Ох, мы действительно можем сделать все, как, в середине. Но, я думаю, мы все хорошо. Но я должен узнать, как убить Малек. Да, я хочу убить что-то очень быстро. Может быть, мы можем просто поговорить с ним. Знаешь, если мы будем общаться с Малеком? Если мы будем общаться с ним? Мы будем общаться с большими людьми. Да. В общем, RNG очень рано. В основном, из-за крашей. Потому что игру совсем сломали в край. И им, походу, нужен фикс. Такой, какой был в JD Academy. Если вы понимаете, о чем я. Это не позволяет тебе... Это не позволяет тебе хардлодить? Или это просто quicklose? Я думаю, это просто quicklose. Такой, теперь вопрос будет, можно ли я вообще сделать это? Два раза подряд на том же месте, игра крашнулась. Окей, да. И за сейблох. Итак, мы будем... делать... ...это называемое... ...хотшотинг назад. Такой, правильно? Да. Вдруг? Да. Так, мы должны получить определенную сеть координаций из дек. 1. 2. 2. 3. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 15. 15. 20. 18. 20. 19. 21. 21. 22. Каст-сцены были в начале на корабле, но там разве Малак показывали? По-моему, нет. Он все эти кат-сцены скипнул. Малак там не было. Все нормально. Никто не пострадал, просто разрушаются капсулы сами, которые удерживают их в стадисе. Это, кстати, светлая концовка. И добивается гранатами. Джедаи, которые воюют с гранатами. Замечательно. И время, когда у него будет 0 хп. 51 минута. Неплохо. Для марафона нормально. С таким количеством крашей. Клапа, клапа, клапа. Малак, клапа, 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 клапа. Они, видимо, своей компашкой друзей пришли в этот спидрант и сломали все в черте. Под 100. Очень много было с иклоудов. Не очень зрелищный спидрант. Это вообще первое появление Котору, по-моему, на таком ивенте. Лучше бы они категория, но мейджор гличес взяли на самом деле на демонстрацию, потому что Энни процент вообще сломанный в край. Еще сложные механики используются, сложные для объяснения. Все эти хардбайферы, софтбайферы, форсбайферы, сэвтелепорты, эймджи, гиеп, очень много механик. Очень много. И за все старания получили только медаль, серьезно. А как же бабки и слава. Ага. Ну, она в некоторых сценах. Она нужна в фазборте. Правда. Да. Ну, это было Котор. Это было ужасно, и это было круто, чтобы вы показали это на ГДК, даже если это было в интернете. Стоит Твилик сзади, кстати, заметьте, который за игру мы ни разу не встретили, потому что скипалась полностью часть с нижним городом, а она именно там находится и местного Чубаки, кстати, вообще нету. Видимо, он остался на Кшиике. Надеется, что все было офигенно, говорит. Всем привет. Ну как все?